12 января 1976 года стал днем, а точнее ночью, когда произошло одно из самых таинственных исчезновений в истории Австралии. Той ночью из своей спальни в загородном доме исчезла 8-летняя Элоиза Уорлидж. Она жила со своими родителями и младшим братом и сестрой 4 и 6 лет в Бомарисе, штат Виктория, Австралия. Именно младший брат и обнаружил утром, что его сестры нет в своей спальне. Приехавшая полиция обнаружила приоткрытое окно и дырку в противомоскитной сетке. Больше никаких улик обнаружено не было, ни следов борьбы, ни крови, ни требований выкупа. В случае исчезновения детей полиция практически всегда уверена, что есть явная связь между жертвой и преступником. В этом же случае полиция собрала достаточно противоречивые сведения. На основе опрошенных свидетелей и изученных материалов были выдвинуты две основные версии. Первая. Девочку выманил или забрал из дома кто-то из членов семьи. Основным подозреваемым стал отец. Вторая версия. Девочка стала жертвой случайного нападения. Для того, чтобы лучше понимать мотивы полицейских, нам придется окунуться в непростые взаимоотношения между супругами и выслушать ряд противоречивых показаний. Друзья, если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить новые выпуски. А я продолжаю историю. Родители девочки, Линзди, отец и Петси, мать, поженились более 10 лет назад. Их брак с тремя счастливыми и здоровыми детьми казался идеальным. Однако, на самом деле, их отношения находились на грани краха. Петси была учителем в университете, когда встретила своего будущего мужа. Родившийся в Новой Зеландии Линзи был на 3 года старше и также пошел по пути к академической карьере. И Лоиза, родившаяся 8 октября 1967 года, стала их первым ребенком. За ней спустя 2 года последовала Анна, а затем Блейк в 1971 году. К тому времени, как родилась Лоиза, пара поселилась в доме с 4 спальнями на углу улиц Скотт-стрит, Гипп-стрит, в 500 метрах от пляжа. Поистине, это была австралийская мечта, домик у моря, жизнь в загородном стиле, рядом магазины, школы и работа. Но прежде всего, это была безопасность. Люди чувствовали себя настолько спокойно, что в жару даже оставляли открытыми входные двери. Лоиза училась в начальной школе Бомариса, находившейся всего в двух улицах от ее дома. Этой осенью она должна была пойти в 4 класс. Девочку описывают как застенчивую, но умную и талантливую. Кроме того, интерес к искусству поощрялся родителями, и девочка даже занималась в местном клубе искусств. Что касается родителей, то они были полной противоположностью друг друга. Пэтси – энергичный и открытый человек, легко заводившая новых друзей. Линси – книжный червь, интроверт. Он был умен и часто стремился подчеркнуть это в общении. Пэтси посвящала всю себя детям, друзьям и искусству. Линси проводил большую часть времени в своем университете, где вел лекции. Кроме того, он читал собственный курс по бизнес-администрированию. Через несколько лет совместной жизни семья вдруг обнаружила, что в их отношениях намечается трещина. К 1971 году каждый из них начал строить новую жизнь. Их друзья отмечали, что они ведут разные жизни, хоть и живут под одной крышей. В сентябре того же года, за 4 месяца до исчезновения Лоизы, Пэтси начала говорить о разводе. Линси согласился, но предложил подождать до ноября. У него были важные экзамены, которые ему следовало завершить. Все это походило на дружеский развод. Оба остались жить в одном доме и общаться с детьми. Ни один из родителей не хотел, чтобы их развод навредил детям. В итоге, было решено, что Линси покинет дом 10 января, как раз после Рождества и в день рождения Пэтси. Ближе к этому времени, родители сообщили детям о разводе. Пэтси заметила, что Лоизе передалась холодность в отношениях между родителями. Она стала меньше общаться с отцом, отдаляться от него. Настало 10 января, день рождения Пэтси. Однако Линси так и не уехал из дома. Более того, когда в 2 ночи женщина вернулась домой, он устроил ей скандал. Выяснение отношений продолжалось в течение двух часов. Соседи решили не вызывать полицию, так как знали, что Линси сильно переживает предстоящий развод и находится в депрессии. 11 января настроение мужчины не улучшилось. Пообещав Пэтси, что он выйдет из дома в понедельник, Линси сводил детей на пляж. Также он позвонил агентам по недвижимости и договорился о заключении договора на аренду квартиры. В день похищения Линси с утра отправился в университет, где был приглашенным докладчиком. Прочитав доклад, мужчина вернулся в институт около 14-15 часов. Так как продолжались зимние каникулы, он отправился вместе с коллегами выпить в местный отель, откуда вышел в 16.45. В то же время он позвонил агенту по недвижимости, предлагая перенести заключение договора на завтрашний день. Было ли это связано с желанием еще посидеть с коллегами или была другая причина, неизвестно. Вечером Линси играл с детьми в монополию. Пэтси занималась шитьем. В 20.30 женщина отправилась на уроки джазового балета. Около 9 часов вечера Элоиза подошла к отцу и села к нему на колени. В это время между ними произошел разговор о причинах развода. Как позже скажет Линси своему другу, это помогло им наладить отношения и понять друг друга. Элоиза легла спать в 10 вечера. Линси остался выпивать перед телевизором и в конце концов заснул. Пэтси вернулась домой в 22.30. Заглянув в спальню детей и пожелав им спокойной ночи, женщина отправилась спать. Утром, обнаружив отсутствие Элоизы, родители вызвали полицию. Тем лишь осталось констатировать исчезновение девочки. Обыскав дом, полиция не нашла никаких улик, кроме приоткрытого окна в комнате и разрезанной противомоскитной сетки. Кроме того, на полу лежали куски коры из дерева, находившегося перед домом. Напрашивался вывод, что преступник попал в дом именно этим путем. Однако эксперты сделали вывод, что сетка была разрезана изнутри, а окно было открыто для проветривания всего лишь на 38 сантиметров. Пыли паутина около окна не были потревожены. Другими словами, кажется маловероятным, чтобы преступник смог забраться в дом через окно. Кто-то явно пытался пустить полицию по ложному следу и заставить думать так, что девочку похитили через окно. Опросив взрослых и детей, полиция заметила интересные детали. Входная дверь оставалась незапертой в течение всей ночи. Оба взрослых утверждали, что просто забыли запереть ее, несмотря на то, что в те времена часто оставляли входные двери открытыми и даже распахнутыми, спасаясь от жары. Эта ночь была не слишком жаркой, температура опустилась до 12 градусов. На полу в комнате Лоизы лежал ковер, который при хождении по нему издавал специфическое потрескивание. Четырехлетний брат девочки сообщил, что слышал в ночь исчезновения такой треск, как будто кто-то ходил по этому ковру. Более того, он сразу сказал, что разбойники пришли похитить его сестру, но он побоялся поднять шум, так как думал, что его заберут тоже. Мать Лоизы открыто говорила в своих подозрениях в сторону мужа. По ее словам, он вполне мог быть причастен к похищению. С другой стороны, Петси была абсолютно уверена и сообщила об этом полиции, что не считает мужа способным причинить какой-либо вред Лоизе. Она думала, что Линдзи спрятал девочку, чтобы оттянуть развод. Полицию насторожило бесстрастное и холодное поведение Линдзи. Например, через несколько часов отец связался с агентами по недвижимости и попросил еще раз перенести встречу. На вопрос, почему, ответом был «Читайте газеты». Однако, кажущееся безразличие могло быть просто механизмом самозащиты, своеобразный щит испуганного, скорбящего отца. В пользу этого может говорить следующий пункт. Отец Лоизы сразу же в день похищения предложил пройти проверку на детекторе лжи. Однако полицейские решили, что в этом нет необходимости. В этот же день полиция организовала крупномасштабные поиски. Более 300 полицейских, включая группы кинологов, проводили поиски в городе. Кроме того, с 14 по 23 января полиция обошла около 6 тысяч домов со специальными опросниками. Они зарегистрировали около 200 подозрительных инцидентов, которые произошли в ночь осезновения. Перечислим наиболее важные в рамках этого дела. 1. Ночью 12 января в 22.30 соседка из дома 57 по Скотт-стрит увидела подозрительный автомобиль, который ехал с выключенными фарами. 2. В 22.30 Патрисия из дома 26 увидела темно-зеленый фургон марки Холден, припаркованный возле дома Уорлиджей. 3. Около полуночи Энсейм из дома 64 возвращалась домой. 4. Около ограды дома Уорлиджей она увидела молодого человека. Почему-то он показался ей настолько подозрительным, что она перешла на другую сторону улицы, чтобы не встречаться с ним. 4. Примерно в это же время ехавшая на машине Молли Скотт из дома номер 9 увидела молодого человека, который перепрыгивал через забор на территорию семьи Уорлидж. 5. Сразу после полуночи в 00.16 Эндрид Джонс из дома 41 услышал шум около дома. По его мнению, шум производил неизвестный человек. 6. В 2 часа ночи Донни Он Смит из дома 66 услышала крик ребенка и звук хлопка дверцы автомобиля. В это же время крик ребенка слышал и Энсейм. 7. Утром 13 января Вейн Чейнс, живущий на той же улице, обнаружил, что часть инструмента, находящегося на заднем дворе, была украдена. Спустя пару месяцев Черни Мерлинг расскажет полиции, что наблюдала зеленую машину марки Холден на улице 6 января 1976 года, за неделю до похищения. Также, несколько соседей вспомнили, что за несколько дней до похищения в Павлюцем ходил неизвестный человек, который проводил опрос о качестве образования. Найти его полиции не удалось. В рамках поиска были опрошены более 200 друзей и родственников семьи, соседей и коллег по работе. Все люди, с которыми могла контактировать Элоиза, продавцы в местных магазинах, сотрудники родителей начальной школы и прочие. Были рассмотрены все известные сексуальные преступники в Австралии, которые участвовали в похищении детей. Никто так и не был арестован. К сожалению, проведенное в 2001 году повторное расследование результатов не дало. Дело так и осталось открытым. Несмотря на все подозрения в адрес отца Элоизы, не было обнаружено никаких доказательств, что кто-то из близких девочки причастен к похищению. Отец Элоизы после развода женился снова. В 2002 году, устав от подозрений в свой адрес, он настоял на прохождении детектора лжи, показавший неопределенный результат. Результаты прохождения спустя почти 30 лет довольно предсказуемы. Он умер в 2017 году и даже если что-то и знал, уже ничего не сообщит. Несмотря на самый масштабный поиск в штате и вознаграждение в 10 тысяч долларов, это исчезновение остается одной из величайших загадок Австралии. А как вы считаете, мог ли быть причастен к похищению Элоизы, ее отец, или он тут ни при чем? Возможно, у вас есть своя версия. Давайте по традиции обсудим это в комментариях под видео. Я благодарю вас за просмотр видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, нажав на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поддержать канал вы можете по ссылкам, которые будут располагаться в описании к этому видео. Либо поделиться этим выпуском в социальных сетях. До встречи в следующих историях. Субтитры сделал DimaTorzok